Идеи, достойные распространения, пропустить нельзя. Подробности на TEDx Новокузнецк. Да, это безусловно большой плюс. Есть еще в моменте. 24 часа на связи. Да. Так вот, какие плюсы выделил я? У них нации, на расстоянии. Первый плюс это возможность найти у них друзей. Это не имеется в виду найти новое знакомство к этому плюсу, это уже второй плюс. Допустим, вы выпустили со школы, ну, всего, что мы выпустили со школы, с университета. И много одноклассников, много однокурсников, которые вы бы хотели вообще найти и звонить. Это, я бы сказал, затруднительно, затратно, не мобильник. Это вы можете просто найти его в одноклассниках, ВКонтакте и написать ему сообщение. Привет, как дела? Как вообще, как ты живешь? И прочее, прочее. Второй плюс это возможность пристили новое знакомство. Я бы сказал, что этот плюс весьма, я бы назвал его таким туманным, что ли. Мы, безусловно, можем найти новое знакомство, потому что всегда есть в соцсетях всякие группы, страницы, в которых мы можем найти какие-то общие интересы с другими людьми, то есть с ними начать общаться. Третий плюс это обмен файлами и сообщениями. Безусловно, очень огромный плюс, потому что с помощью соцсетей мы можем закрывать свои видео, фотографии, аудиозаписи, аминуться с сообщениями, что очень мобильно, чем позвонить и не требуя таких вот затрат, времени. Это очень быстро. Четвертый плюс тоже, я бы сказал, относится больше к подросткам. Все-таки это самовыражение. Опять-таки перейдем к таким людям, которые, в особенности подростков, мало с кем общаются в реальной жизни, и они как-то выражают себя, выражают свое внутреннее «я» в социальных сетях, то есть занимаются, возможно, каким-то творчеством, фотографируют, рисуют, то есть выкладывают свое творчество в соцсети. И в этом и заключается самовыражение. Теперь хотелось бы обратиться к той группе, которая сидит в анаглассниках. Какие бы вы минусы могли выделить в соцсетях? Понимите руки. Никто не сидит в новой. Фейсбук. Ну давайте Фейсбук. Любая вообще группа тогда. Время на связи. Минус. Это минус? Очень много времени. А, еще что-то? Маш, прошу потягиваю, мы вышли, ну, прошу. Затягиваю информацию. Ненужная информация втягиваю. Ненужная информация, это, безусловно, минус. И зависимость. Сейчас мы вот берем минус, который выделил именно я. А первый минус, это вытеснение реальному общению виртуальным. То есть в социальных сетях, то есть в виртуальном общении нет никаких эмоций. Есть только смайлики. Есть такое вот небольшое сланг интернетный. Вот. И лол, это считается как смайлик смеха. Например, вот в обществе подростки стоят, разговаривают, кто-нибудь смешно пошутил. И напротив человек стоит, он такой, без эмоций, просто лол. Вот. И так можно выделить человека, который часто сидит в соцсетях. Или, например, сообщение. Мне переслал друг какую-нибудь шутку, смешную картинку. Я ему ответил смешным смайликом, который смеется. А большая вероятность, даже если мне смешно, ну, так получается, что я просто сижу вот таким вот каменным лицом. Ну, это, я бы сказал, безусловно минус. Второй минус — это зависимость. Человек, в особенности подросток, ну, и это и к взрослым иногда относится, который часто сидит в соцсетях, постепенно становится зависимым и может пренебречь реальным общением ради виртуального. Третий минус — это моральное разложение или деградация. Потому что есть много лишней информации, которую нужно фильтровать. Вконтакте, например, есть много таких вот пабликов, ну, страниц, то есть пабликов, групп, которых такой провокационный материал, что ли, есть. И подростки, ну, дети, то есть питывают эту информацию себя несознательно, как губка. И это приводит к таким вот не очень хорошим последствиям вообще в плане нравственности людей. Не буду приводить пример, я просто пересказал этот минус. Четвертый минус — вообще, хотелось бы вам задать такой каверзный вопрос. Кто рыбачил? Понимите руки. Кто занимается рыбалкой? Ого, ну да, было дело. Так вот, люди, их можно сравнить с рыбами, попавшие в рыболовные сети. Собственно, идет аллегория социальной сети с рыболовными. То бишь, большой брат сидит за тобой, или мы все под колпаком. Тотальная слежка. Заливая фотки, то есть загружая фотки ВКонтакт и прочее-прочее информацию себе, мы должны знать, что эта информация общедоступна, и любой может посмотреть ее. Даже есть, которые фотки мы загружаем, мы их закрываем в доступе, допустим, только там для определенных друзей. Есть люди, которые откапывают эту информацию и шантажируют. То есть много примеров мошенничества есть. Поэтому, особенно что-то такое вот прям личное, никогда лучше не сбрасывать в соцсети, иначе это никогда хорошему не приводит. Итак, подводя итог. Если бы меня спросили, за я или против соцсетей, я бы наконечно сказал за. И плюсов и минусов получилось одинаковое количество. Все пользование соцсетями можно сравнить с забиванием гвоздей. Если мы будем забивать его кулаком, то у нас ничего не получится. Мы только травмируем руку. А если мы будем, возьмем молоток и будем забивать его, то у нас все получится с благоприятными последствиями. И социальные сети, это как хороший инструмент. Как и любым хорошим инструментом, нужно правильно пользоваться. И вот такой вот итог я хочу извлечь. Спасибо огромное. Друзья, все-таки быстренькая концовка, диван, это имеет смысл. Вот она, на память. У нас, коллеги, я предлагаю прям точно как-то галочку поставить, пультик в голове, потому что через 32 года мы будем гордиться не только сошелом лампу и, что мы знаем, Ксению Степаненко, но и тем, что у нас родился новый спикер. Мне это оказалось очень неплохо. Для 16 лет. Я себя помню. Спасибо. Несколько идей. Вот я когда смотрел на эти цифры, я их между собой просуммировал. Как-то мне эта идея не приходила в голову. Вот просуммируйте, сколько получится. У меня равно 7. Первая идея, что мы все-таки все семьи. Что мы семья, и мы желаем, чтобы вы были все большая семья и были счастливы. Спасибо. Это первая идея, да. А вторая идея, идея о том, что все идеи, проекты и сети, это то, что нас связывает, объединяет. И вот мы желаем, чтобы вы все, как вот эти смайлики, тоже улыбались, потому что именно это тоже нас объединяет. Поэтому любите своих детей, делайте новые позитивные проекты. Всем удачи. Спасибо. Спасибо всем.